Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как сегодня школа выстраивает воспитательный процесс? Какие инновации входят в образование? И что такое музейная педагогика? Об этом говорим сегодня. В нашей студии президент Международного музыкального проекта, город Москва, Владимир Григорьев. Лев Владимирович, вот сколько раз с вами встречаюсь, и все время мы с вами, не мы с вами, а я все время путаю, извините. И ничего страшного. Лев Владимирович Григорьев совмещает такое важное дело. Всю жизнь, 36 лет с учителем музыки, чтобы быть не оторванным от жизни, а быть рядом с молодежью, жить ее переживаниями, ее ценностями, смыслом ее жизни. А они часто, наши молодые люди, видят смысл жизни в постмодернистскую эпоху, в развлечениях, в удовольствиях и в критиканстве. Вот это плохо, это плохо, вот сейчас я развернусь, все сделаю. И моя задача как раз вот в рамках этого проекта, а мы признаны региональной инновационной площадкой и российским министерством образования, и городским сообществом, то есть имеется в виду вот нашим департаментом образования, и культурным сообществом, потому что ничего просто так не происходит. Вот на бумаге можно что хочешь написать, а самое главное, чтобы под этим был смысл, чтобы под этим была методика, плановая работа, многолетняя. И вот сейчас мы вышли уже на большой российский уровень, и вот эта вот региональная площадка, она имеет свою концепцию, вот название, и очень такое название емкое, интегрирование, то есть внедрение музейной педагогики в учебно-воспитательный процесс. Я всегда подчеркиваю, потому что мы очень часто учебный процесс, у нас это информационный блок, мы учим детей, а вот применить эти знания и быть воспитанными, вежливыми, вот я как раз вот не случайно всегда возвращаюсь к постмодернизму, почему? Потому что мы в этом времени живем, вот, и там очень такое важное такое вот замечание, что нет никаких разрушений ценностей, плюрализм мнений, и вот ребят, вот класс, например, да, и у каждого свое мнение, и педагоги часто жалуются, что консенсуса-то нет, нельзя на уроке даже построить, этот не слушает, этот отвернулся, если только они не замотивированы. Вот наша задача всегдашняя, постоянная, это замотивировать, это заинтересовать. Где возникает интерес? Интерес возникает от узнавания. Вот, ну, мало дать просто информации, надо дать ей оценку, а где они могут это применить? Потому что современная молодежь, она просто смеется, а зачем нам образование? Мы без образования хорошо проживем, потому что мы станем вот тем-то, тем-то, тем-то. Они проще видят жизнь, молодые люди. И мне всегда, значит, ирония вот эта вот такая, да, скрытая, есть она у меня, но они видят, что я заинтересованный человек. И 36 лет я с ними разговариваю, и у нас нет вот такого вот как вот неуважения бывает такое вот к учителю, его любят за что-то. Вот. И я горжусь, вот меня наградили даже медалью «Патриот России». Вот сейчас, значит, за служение закону, губернскую премию. Потому что мы включаем детей в творческое, в художественное, нравственное пространство. Вот сегодня, например, прошел семинар на базе 35-й школы. Кстати, спасибо большое городскому департаменту, власти городской. Школа была отреконструирована полностью, 4 года шла реконструкция. И очень большую работу провели. Сейчас это комфортная среда. Вот в Москве вот такое новое, неологизм, что ли, атмосферная школа. И сразу понимаешь, что это как будто ты в какой-то атмосфере. И действительно, мы приблизили, во всяком случае, стараемся. Почему? Потому что любой проект, он имеет этапы. Апробация – это начало, да. Дальше – внедрение и развитие. Вот мы пока еще не на стадии развития. Вот почему? Потому что у нас постоянное развитие в школе. У нас школа очень хорошая, сейчас комфортная, атмосферная. Но у нас апробация вот того проекта, когда ребенок заходит в школу, и он видит не просто вот там стенды, учебные планы, ему все это не надо, это учителям надо, а ему надо, чтобы его взгляд остановился, где он присутствует, ребенок. Он собой интересуется. И это правильно. Любой человек должен собой интересоваться. А значит, он видит, что мы заинтересованы, чтобы он стал другим. Метаморфозы – вот это то, что теговое сознание, компьютерное сознание у детей, и сейчас другое сознание. А вот методика преподавания той же музыки, она меняется как-то? Вот вы говорите, другое сознание. А я хочу сказать, что, значит, я не люблю это слово, значит, что она архаичная, уже отсталая, да? Но я всегда вспоминаю с благодарностью Дмитрия Борисовича Кабалевского. Вот. Почему? Потому что этот человек, который пришел в школу, не просто так. Это великий композитор, на мой взгляд. Я не буду сейчас перечислять его произведения, которые до сих пор слушают. Контакт-то, значит, там, юность, значит, интересная. И вы тоже слушаете на уроках? Конечно, конечно. Даете слушать детям, да? Вот именно Кабалевского? Да, именно Кабалевского. И незабвенно его песни. То березка, то рябина, густ, ракиты над рекой. И у них душа раскрывается. Девятый ли это класс? У нас в девятом классе это есть. Вот. Они с удовольствием слушают. А сейчас еще год отечественного кинематографа, кино. А сегодня музыку до девятого класса преподают, да? У нас в школе по программе мы можем преподавать хоть на одиннадцатом. А есть желающие? У нас нет такой проблемы. И в десятом, и в одиннадцатом. Есть желающие общаться со мной. Вот почему? Потому что они знают, что я не даю пустых знаний. Если я говорю вот о чем-то, да? Я говорю применительно к чему. Вот у нас сейчас 23 апреля, например. Вот прошло недавно, да? Но пока еще не прошло. Я прошу... И вы 23 апреля что ли? Марта, конечно, 23 марта. Я сказал апреля, извините, пожалуйста. День рождения Георга Фридриха Генделя. Эпоха барокко. Это был целый праздник для ребят. Мы пели по Сакалию с ними, и Сюитную, и та-та-та. Они это не специалисты, не профессионалы. Но дело в том, что чем хорош Гендель? У него простые сочетания звуков. То есть он умел малыми средствами достигать большого воздействия. Вот это я считаю сейчас задача педагога. Кстати, Ферручо Бузони был замечательный творческий такой педагог, пианист, музыкант. Он говорил, что задача педагога сделать сложное, простым. Вот, как раз я хотела уточнить у вас. Разложить на квадратики. Вы такие мощные, сложные произведения берете, таких композиторов, да? Сарабанду слушаем. Вся страна, кстати, знает Сарабанду Генделя. Мы привыкли к детям, да? Вроде бы маленькие. Нужно что-то попроще, чтобы заинтересовать, вовлечь. У вас какой подход. Борюсь с этим. Так, почему? А вдруг это оттолкнет сразу сложность? Нет, оттолкнет, если это будет сложно. А если ты это сложное сделаешь простым, я всегда вспоминаю Синклер Льюиса. У нас это невозможно. Американский писатель. И там у него есть такая любящая детей дама Аделаида Таргибич. И она, значит, говорила, в кругу сели шарики, у их ног кубарики. Не надо сюсерить с детьми. Не надо с ними заискивать. Надо в игровой форме давать сложнейшие вещи, чтобы они знали, что у них впереди. Вот сейчас мы... Вот семинар только что прошел. Я сейчас еду. Студенты были, педагоги, общественность. И слушали очень внимательно, затаив дыхание. Почему? Потому что дети сами участвовали. Во-первых. А во-вторых, они говорили о творчестве Караваджа, о реализме и от предбарокко. Он Меризи вообще-то, не Караваджи. Он родился в деревне Караваджи, в населенный пункт. Потом, Караваджи это вообще сложнее. Посмотрите, что сейчас творится. Москва, Валентин Серов, очереди стоят. Да, вот это удивительные случаи, конечно. Как мы не можем идти в ногу со временем. Как мы можем обойти вот этот вот угол. Когда время само нас подталкивает к этому. Современность, она требует. И не только Караваджи, а Франсуа Буша. Причем не я им сказал, вот возьмете, вы ты Франсуа Буша, ты это вот значит. Я буду Кандинского, вот у нас, значит, Дарья Рогалиевича. А там концерт Ше, Арнольд Шонберг, Додекафония. Седьмой класс. Но у нас и тема, что такое современное искусство. Вообще, эта программа подразумевает не только искусство. Вот если честно сказать, это метапредметные связи, так называемые междисциплинарные. Да, вот-вот, междисциплинарные. То есть, это и физику можно таким образом преподавать, и биологию, и химию. Географию и историю просто положено таким образом преподавать. Потому что, когда ты говоришь о Колумбе, который открыл Америку, а именем она его не названа, это о чем говорит? О том, что он не оценил своего открытия. И викинги там были. Самое главное, оценить, что перед тобой. Оценку дать. Вот, кстати, это и есть... Это и есть аксиология. То есть, я вот о методике говорю. Почему? Потому что мы концепцию любую можем заложить, но мы должны четко сказать. Вот трансцендентные ценности мы даем, с первого класса даю. Они у меня приходят и садятся. У нас год отечественного кино. Но у меня предварительно. На сказках Шарля Перро. Шарль Перро – это что? Это добро, это красота, это любовь. Андерсон написал 50 томов произведений. Кто их читал? Никто не знает. А вот 10 сказок... Ну, в наше поколение читали еще Андерсона. Нет, нет. 50 томов мы не читали. А, ну 50, да, конечно. Мы читали 10 сказок его известных. Там Сминопас, Оля Лукова, Снежная королева. Причем мы знаем их в интерпретации. Вот фильм знаменитый «Снежная королева». Это по мотивам Андерсона. Но я как вспомню Викланд, который выглядывает из окошка своего, из ду, помните, бандитша, Атаманша, а коммерция и советник ей говорит, отдай мне эту девочку. А она говорит, эта девочка моей дочери принадлежит. Он говорит, а мы же с тобой договорились. А она говорит, детей надо баловать. Тогда из них вырастут настоящие разбойники. Разве можно это забыть? Это Андерсон в современной интерпретации. И я хочу сказать, что литература – это обязательно метапредметные связи. Это обязательно интегрирование искусства как художественное. Лев Владимирович, ну как математику можно преподавать через музыку? Вот есть у нас пример, 178-я школа, все через экологию. Музыкально-математические у нас есть школы. Есть? Конечно. Я открываю новое сегодня. И здесь ничего сложного. Вот я сейчас, значит, пишу кантату. У меня мечта, значит, я, чтобы ее исполнить в филармонии, я не буду сейчас раскрывать все, о чем она, потому что у нас 430 лет городу, 165 лет губернии. Это необыкновенный год. Следующий год, значит, экологии. Сейчас год отечественного кинематографа. Вот к этим датам надо детей расположить. Но не говорить им, вот сегодня такое свинейцам, а показать, что за этим стоит. Что за этим стоит культура и история нашего народа. Вот. Чтобы они это прочувствовали. Что такое патриотизм? Это не на голом месте. Вот когда математика, вот я говорю, я не случайно сейчас кантату. В компьютере есть программа такая, в финале. Сложнейшая программа. Там есть и попроще программа. Я вот хочу, у меня мечта. У нас сейчас создается компьютерный класс. И мы с директором уже говорили на эту тему. Что мы музыку будем преподавать не только так, значит, вот что я рассказал, автобиографию композитора, его, значит, эстетические принципы, жизнетворчество. Послушали мы, там, слушаем. Вокально-хоровая работа. Там много методик, да? А что обязательно, значит, они сами должны сочинять. И сочинять благодаря... Кстати, я заметил, я часто бываю за границей, и у меня нет с собой инструмента. Ну, кстати, мы знаем, что и Лист, и Вивальди, ну, они были, это гений. Я себя не сравниваю. Но я, в отличие от них, живу в компьютерный век. У меня прерогатива и льгота. Вот. И я могу нажать на клавишу и услышать, что там будет. Там сплошные математические сделки. Освоить эту программу практически... Я много лет ее осваиваю. На Коми, в Вьетнаме, в Мексике. Сейчас, значит, вот я приехал, и я пишу эту контату свою. Она идет 17 минут. А я пишу ее уже, бог весть, сколько. Почему? Потому что я программу осваиваю больше. Я не свободный пользователь. Мы другое поколение. Вы хорошо владеете компьютером? Ну, нет. Вот. Вот. То есть мы... Вы понимаете, что? Так что математика, это... В музыке, это... Поверил я алгебру гармонии. Музыку я разъял, как труп. Откуда? Пушкин, Моцарт и Сальери. А, ну, Моцарт. Там о чем речь шла? Вот. У Моцарта, значит, ты гений, и сам того не знаешь. Вот. У Моцарта нет ни одной ошибки. У Баха есть. У Гендели. У всех композиторов. У меня просто на ошибках музыка стоит. Я очень рад, что я ошибаюсь. Моцарт не ошибался. Это совершенный композитор. Ни одной гармонической ошибки. Гармония – это страшная математика. То есть там интервалы, между ними расстояние, значит, строение мелодии, чтобы это все совместить. И плюс – это одухотворить. Так что математика – это просто музыка. Ну, я так думаю, что любой предмет вам назови, и вы его свяжете с музыкой. Конечно. Я вот знаете, что хотела уточнить? Иногда вот эти непонятные слова нас отпугивают. Вот инновации в образовании. Я тоже не люблю. Это новые методы. Это внедрение новых методов. Вот вы уже внедряете в музыку. Да, и я скажу, как. У меня есть своя собственная система. Я не случайно сейчас вспомнил о Дмитрии Борисовича Кабаревском. Я его уважаю за то, что он шел в народ. Он шел к людям, к детям. И музыка у него светлая. Она у него юношеская, по сути. Вот споемте, друзья. Ведь завтра в поход веселей. В общем, вот я сейчас не вспомню. Я вспоминаю в школе. Да, 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 та, 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 ра, рам, папам. То есть все не вспомнишь, да? Но вот эта музыка, она жизнеутверждающая. И вот что там новаторского? Бах! Я сейчас слушаю 225 контактов. Я его открываю для себя. Я его знаю от и до. И детей, и его, и жен, и чем дышал. Ну, он для меня новый сейчас. В Риме приходит. Новые знания. Вот этот даже проект, который мы организовали, да? Как он называется? Арт-галерея. Вот она на базе арт-галереи, музейная педагогика. Вот этот проект, он нас за собой ведет, а не детей. Он нам... То есть, а мы уже ведем за собой. Это бабка за репку, репка за детку, детка за мышку, мышка за жучку, и все они вместе. А иначе ничего не сделаешь. Это и есть сотворчество. И, кстати, вот этот проект, он интегративный, вообще это называется «Анезетезия». Да? Когда включаются каналы все. Вот когда мы просто говорим, вот я дотронулся, я привел... Вы знаете, я когда держал в руках книгу, называется «Музыкальное воспитание слепо-глухо-немых детей». Я себе понял, боже мой, как это может быть? Вот. И когда я ее прочитал, лучше можно воспитать, чем не слепо, не лупо. На разных уровнях это восприятие. Через тактильное ощущение. Вот сегодня прошла очень хорошая информация, я всегда думал, почему, когда люди целуются, они закрывают глаза. Они там не идут. То есть, ну это же всегда, да? Разные каналы, и они с ним не совпадают. Тактильнее они, сильнее. Потрогать почему. Кстати, музей, это что такое? Сейчас же какие музеи-то? Это, чтобы пришел, потрогал, оценил, и для как раз ребят с ограниченными возможностями. Вот это очень здорово. Да. Лев Владимирович, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Но вы прекрасно говорите, я даже не могу вот вопрос свой вставить. Нет, все, простите. Поэтому я хочу предложить посмотреть такой фрагмент из вашей школы, и понять, чем она удивительна, и понять вот эту атмосферу. Атмосферу в этой школе уже 30 лет. 36. Я не собираю, 36 это вообще в образовании. А вообще, все. К этому мы еще вернемся, а пока вот прочувствуем атмосферу 35-й школы. Атмосферу 35-й школы. Если вы пришли сегодня в гости к нам, будем рады чаем угостить. Вы вас верите к нашим добрым пирогам, вкус их всех вас может удивить. Скатертью, скатертью, стол, скорее накрывай и наливай ко всем ароматный чай. Скатертью, скатертью, стол, скорее накрывай и наливай ко всем ароматный чай. В нашем учебном заведении, наряду с общеобразовательной программой, открыта экспериментальная площадка интеграции музейной педагогики в учебно-образовательное пространство школы. Ежегодно в нашей школе проводится конференция «Школа, музей, культурно-историческое наследие народа». С этого года она приобрела областной статус. В просторных и светлых коридорах нашей школы реализуется проект «Галерея», где дети могут познакомиться с культурным наследием, посетить экскурсии и сами выступить в роли экскурсовода. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, баграный, веселой пестрой стеной стоит над солнечной поляной. На этих занятиях формируется чувство прекрасного. На основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. Проводя экскурсии, учащиеся через словесное рисование и заучивание наизусть развивают речь, учатся сопоставлять картины природы и стихи. На уроках и внеурочных занятиях мы часто обращаемся к репродукциям картин русских и зарубежных художников. В каждом классе организован интерактивный учебный музей по разнообразной тематике, связанной с образовательным процессом. Здесь можно познакомиться с историей народов по Волжье, погулять по улицам Старой Самары, узнать о духовной жизни Самарского края, увидеть экспонаты декоративно-прикладного творчества, проследить процесс изготовления хлеба от зерна до каравая. Каждый ребенок может почувствовать гордость за свою родину, народ и историю. Добрый вечер еще раз. К нам присоединился следующий гость, который, к сожалению, на наш эфир немножко опоздал. Это Татьяна Станиславовна Милоенко, заместитель директора по научно-методической работе школы номер 35, в которой она успешна и с удовольствием работает вместе с Львом Владимировичем. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим сейчас об инновациях в образовании, и у вас такой интересный проект появился, который мы сейчас услышали по музеям, по внедрению исторического музея в образование и вообще в школу. Что это за проект, откуда он, в чем его суть и как вы его, собственно, реализуете? Мы, когда приехали в новую красивую школу, стали думать, чем эту школу наполнить и провели анкетирование родителей. И оказалось, что одной из самых важных проблем – это отсутствие шаговой доступности культурных достопримечательностей, культурных центров, театров, музеев. Очень далеко ехать в Советском районе до всех этих культурных центров. И поэтому мы задумали, чтобы школу превратить в музей. В нашей школе музей находится внутри каждого кабинета. Это минимум учебный музей, который создается непосредственно к уроку. У нас есть биолога, которая интересуется палеонтологией, она собирает камни с остатками вот этих вот древних животных, насекомых, и дети потом проводят лабораторные работы. Вот. У нас есть историки, у которых есть архивные документы, газеты. И с помощью вот этого музея у нас открыт в школе музей печати. То есть печать единственная в России. Единственная в России. Это у нас. И дети имеют возможность вот с этими архивными документами работать. И здесь же вот эти междисциплинарные связи, да, получается, что вот тут и история, и кабинеты разные, и ученики могут из кабинета в кабинет ходить и, собственно говоря, свои знания. Да. Озадачены все преподаватели и все дети. И сейчас они приходят в школу с другим настроением. Раньше они забегали, да, и увидели эти картины, они их воспринимали интерьеративно. Это части висят и висят, и не мешают. И никто не подходил. А вот на уроке мы уже даем задание с точки зрения того или иного предмета рассмотреть. И вот тут начинается творчество, креатив. Да. Причем мы применяем не только на истории литературы, но и на физике, и на иностранном, на химии, потому что художники рисуют вообще обо всем. Менделеев, это тоже ведь искусственное. Вообще любая, с современной точки зрения, инсталляции, перформансы, да, и вот постмодернизм, любой предмет может быть объектом искусства. Чем занимался Менделеев? Чемоданы делал. Это его любимая была работа. Он чемоданы делал. Но Пикассо, между прочим, тоже мыслил образами. Да, Пикассо мыслил образами, ему трудно давались точные предметы, и поэтому он запоминал тройку, например, как стая птиц, которые... А вот все время интересно, как этот проект, вот это вот чья вообще идея? И что будет потом? Ну вот вы сейчас его, значит, проведете в школе. Это обычно стадигает на все вот инновации. У нас очень творческий молодой директор. Как все это зарождается? Да, Мушкат Наталья Сергеевна, она новый директор. Она своей энергией нас заражает. Вот мы говорили сейчас, что инновации, и какие-то вообще любые другие сложные слова, они как-то отталкивают. А сейчас мы вот поняли, что это действительно... Да, у нас коллектив единомышленников, и поэтому вот у нас получается совместная работа. Я просто с детьми разговариваю вот на этом уровне сложным языком, вот. Но это не значит, что не русским. Я им не позволяю говорить не по-русски. Чтобы ударения четкие были, вот. Но чтобы они знали в какой-нибудь... Мы находимся в современной среде. И вот некоторые говорят вообще исключить. Да если мы исключим иностранные, значит, составляющие, ни одного слова не останется. Да, конечно. У нас половина Италии, половина Англии, половина Германии. Поэтому здесь... То есть вы не поддерживаете французов, которые борются за чистоту своего языка. Если я просто говорю слово иностранное, грош мне цена. Но если за ним стоит содержание, то есть я раскрываю по-русски этот контекст. Я ведь не... Вот я... Приходит они в школу, да, и я спрашиваю. Ну, три характера в музыке. Это вот второй класс, например, я там, ключевое знание. А я спрашиваю. А настроений сколько? Тысячи настроений. А когда послушают музыку, говорят, веселое, грустное. Я им дал и мажорное, и минорное. И задание даю, чтобы вот... А картины мне помогают. Почему? Потому что вот они видят Левитан, там, осень, так? Или Куинджи, ночь на Днепром, да? И они еще не знают, кто автор. Хотя написано первоклассники. Но они видят, где солнце, где трава. Понятно. Ну, мы говорили уже об ощущениях. Вот я хочу все-таки вернуться к методике. Воспитание. Вообще, в чем она сегодня заключается? Потому что были разные времена. Вот воспитание в школе то большое внимание уделялось, потом говорили, что сначала образование, учеба, а воспитание где-то на втором. А сейчас вообще человечество. Мы хотим, чтобы среда сама формировала. И поэтому у нас внутри каждого кабинета и мини-картинная галерея создается постепенно, конечно, не сразу, и мини-музей. Для того, чтобы дети сами соприкасались с историей искусства, техники, для того, чтобы они сами пробовали. Вот на физике они сами создают модели фонтанов. И мы создали такой маленький музей фонтанов. Потом мы стали собирать музей лампочек. То есть они историю создания начинают проходить, изучать. И мы начинаем говорить, что это русский ученый создал лампочек. Мы начинаем гордиться своей великой наукой. И детей тоже воспитывают, что у нас страна, где великие первооткрыватели, великие изобретатели. И когда дети соприкасаются вот с великими изобретениями, они сами хотят что-то сделать и что-то изобрести. С личностью. С личностью. С личностью очень важно. Надо обязательно говорить и фамилии, и имя отчества, и что он сделал. И запомнил. Почему? Потому что по капельке текут в печать твои труды, вода долбит гранит. Но длинен путь воды. Да. А сама методика, она строится вокруг или произведения искусства, или какого-то экспоната. Это может быть музей одной картины, музей одного экспоната, может быть, мини-музей, который создаётся. А технологии, они применяются такие же, как во всех других уроках. Групповое обучение, критическое мышление, игровые технологии. Только строится это всё вокруг музея экспоната. А вот вы понимаете, к чему это должно привести? Вот конечный результат, вот когда вы всё это делаете, вот вкладываете, да, а вот результат-то какой будет? Или он может быть разным вообще? Я понимаю. Да, он может быть разным для каждого ребёнка, потому что каждый из искусства, из науки черпает что-то своё. Дети совершают свои мини-открытия, им становится интересно. Самое главное, мы стараемся детям привить интерес, чтобы они учились с удовольствием. И культура, вы правильно сказали, что культура, конечно, тоже воспитывается на произведениях искусства, на мировых шедеврах, на памятниках техники, которые у нас тоже есть. Вот важное слово культура. Вот сейчас подумала, сколько много проблем у нас от того, от недостатка, от нехватки, от бескультуре. А я хочу выбрать академик Лихачёв, Дмитрий Сергеевич, это столб наш культурный. И он говорил, что культура – это треугольник основанием кверху. Это очень шаткая конструкция. Всегда может свалиться, то есть её надо пестовать и уважать. А Горький всегда говорил, что культура – это преодоление. Ну, он нам грубее говорил, насилие, но это над кем? Над собой, преодоление себя. Не то же хочу, не хочу. Надо ответственность, воспитание ответственности. Поэтому вот в этом плане я вообще культурук и специалист, поэтому я тысячи определений культуры знаю. Но мне больше всего нравится, что культ ура – это Рериховское определение. Ур – это бог солнца, прообраз Аполлона. И культ – это его воспевание. Ну, вообще, мы действительно, как и Пришвин говорил, всё на земле живое от солнца, а всё хорошее от человека. У нас на днях меня, значит, дети взяли за руку и отвели. У нас есть ещё один музей. Скажите, вы знаете, что у нас уже такие музеи куда деть? История быта у нас есть, которые дети сами создали. История быта. Дети сами приносили прялки, полотенца, коврики, утюги, самовары. Это начальная школа, если они... Которые сформировали сами музеи. Вот как уже вот Лев Владимирович сказал, что главное заинтересовать. Уже сами, говорит, несут всё и дети, и там, наверное, родители помогают. Самое главное мне туда зайти, и не так вот. Я скажу, ой, какие молодцы, спасибо, что это сам... Я и утюг этот в руках-то подержал старинный. Вот. И прялку-то мы увидели. Это настолько захватывает. А что дальше? А экскурсию ведут дети. Вы понимаете, вот мальчик принёс утюги, у него коллекция утюгов была на даче, вот, зацепен Михаил. И он стал рассказывать о принципе действия каждого утюга. Несмотря на то, что он маленький, он только второклассник, он уже начинает разбираться. Да, да, да. Но он всё равно начинает разбираться, как там пар выходил, что надо сделать для того, чтобы разблаживаться. И знаете, вот что дальше? Вот вы сейчас опробируете на своей школе этот проект. И дальше что? У нас школа вообще является лабораторией инновации. Мы победили в номинации, мы подавали на всероссийский конкурс, и наша школа стала присвоена нам званием лаборатории инновации, поэтому мы начинаем распространять свой опыт. Вот что важно. Потому что прошло, да, проект прошёл в вашей школе, и всё, и остальные все так же будут. И у нас сейчас работает городская площадка, мы проект на городская площадка и инновационная областная площадка. Вот. Поэтому мы сейчас вот... И нам помогают все центры развития образования, департамент образования. Да. Центр реализации молодёжи нам помогает. Да, поддерживает. Нас поддерживает. У нас часто бывает подхватывать какая-то идея, потом всё это затухает. А хочется, чтобы масштабно было. А я вам сейчас ещё одну вещь скажу. Вот. Она такая сложная, психологического плана, да. Мы сразу... Коротко. Осталось 30 секунд. Ясно. Эффекта сразу нет. Вот сейчас произошла страшная вещь. Вот. Мальчик, которого, 15-летний, которого родители всё время за тройки, значит, в Волочке мы делали за четвёрки, он убил отца, значит, и покалечил. Ну, это известная история. Вот в нашей школе, я даю гарантию, этого не будет. Почему? Потому что даже ребята, те, которые немножко девиантные, гиперактивные, я вижу в них проблему. Понятно. И мы с ними работаем. То есть мы доживём до того, как сейчас вот на выставке Серова, да, люди... И на выставке Караваджо, да. И пойдут люди на выставке другие. Как говорят, что представь себе, Серов был в наше время не девушке с перскими, а девушке с бигмаком. Спасибо огромное. Спасибо за беседу. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.